обсидиан destroyer обсидиановое творение призвано их жизни королем мертвых destroyer жаждет магии чтобы заполнить пустоту внутри себя однако он остается гордым слугой проклятых скорчь и получает огромное удовольствие уничтожая глупых сентинал с которым ему суждено встретиться на своем пути и не они бы стой всем привет дорогие друзья что ж сегодня у нас гайд на непопулярного персонажа которого просто никто не пикает конечно лучше взять тени с двумя кнопочками которые нажимаешь кнопочки даются миллион дэмэджа конечно же проще играть на тени но destroyer это очень интересный персонаж которого вообще никто никогда не пикает почему не знаю но сегодня я постараюсь ввести этого персонажа обратно так с этим мету показав геймплей и рассказав о его способности готовы тогда поехали итак друзья первая способность на нашем персонаже это arcane orb тут есть много нюансов о которых вам нужно знать про эту способность это у нас orb effect это способность у нас является так сказать способностью которая у нас блокируется модификаторами атаки то есть она просто ну не будет модификатор атаки работает и соответственно дизолятор там skyd и всякая прочая ересь смотрите в общем что это у нас такое по нажатию ходки r допустим это у нас нажатие ходки или просто райт кликом вот такую вот можно сделать штучку чтобы постоянно у нас такие атаки были наша атака будет улучшаться чистым уроном в зависимости от количества маны в данный момент то есть чем больше у нас маны тем сильнее у нас будет бить первый спел очень простенькая тема чем больше у нас ман тем соответственно и больше бить будет соотношение маны улучшается с уровнем прокачки давайте же поговорим о уровнях прокачки смотрите на первом уровне наносится 6 процентов от маны и идет бонусный дэмэдж допустим на какие-то призванные иллюзии или на призванных юнитов на некров там на форджетов неважно то есть тут еще идет такой бонус на втором уровне 7 процентов от маны и 200 бонус дэмэджа на призванных юнитов на третьем левле 8 процентов маны и 300 дэмэджа на призванных юнитов и на четвертом на 9 процентов у нас уже будет зависеть первый спел от маны настоящего количества и 400 дэмэджа будет бонусом наноситься по каким-то иллюзиям и призванным персонажам очень простенькая тема. Монокосты у нас тут также меняются. На первом левеле будет брать 100 маны, на втором 120, на третьем 140 и на четвертом 160 маны будет брать, но на сайте почему-то написано, всегда берет 100 маны. То есть тут как бы, ну да, такое, непоняточки. Ребят, так как это у нас модификатор атаки уникальный, к сожалению, да, я уже сказал, что ничего работать не будет. Эта способность у нас не блокируется линкой. В БКБшку мы также не можем бить, если юнит находится в Блэкинбарах, то, соответственно, мы не сможем его бить под этой способностью. И то, что это чистый дэмэдж, я уже говорил. Ну и можно, соответственно, эту атаку у нас избежать. То есть, допустим, если мы вот так вот закидываем, и кто-то может отблинковаться. То есть вот, ну, как-то вот такой вот спелл. Чем больше маны, тем, соответственно, лучше и сильнее будет бить спелл. О, подарочек! Поехали далее. Следующая способность на нашем персонаже, это, ребят, Астрал. Астрал позволяет заточить нашего какого-нибудь персонажа, союзного или энеми, в Астрал на определенное время. При этом, если мы будем отправлять в Астрал противника, то есть героя, нельзя отправлять крипов, нельзя отправлять каталажки, всякую прочую дичь. Рошанов и товара тоже нельзя отправлять в Астрал. Вот такая кнопочка у нас. Отправляем в Астрал, допустим, Пуджа на определенное количество время, в зависимости от уровня прокачки. Плюс, при этом, мы крадем интеллект. Интеллект крадем на определенное время, а именно на 50 секунд. Количество интеллекта и, соответственно, время заточения и колдауны у нас все, так сказать, улучшается с уровнями прокачки. Смотрите, нажимаем на пуджа, крадем интеллект и у нас, смотрите, у нас сразу интеллект добавляется и на 50 секунд мы становимся немного умнее. Опять-таки, напоминаю, с уровнем прокачки все улучшается. Давайте поговорим уже по уровням прокачки. Смотрите, на первом уровне будет заточать, так сказать, в астрале на одну секунду и забирать 4 интеллекта. На втором 2 секунды астрала и 7 интеллекта, на третьем 3 секунды астрала и 10 интеллекта, и на четвертом 4 секунды астрала и 13 интеллекта у нас будет воровать на 50 секунд. То есть, можно будет по кд юзать астрал на энеми и будем воровать инту. Значение интеллекта не может опуститься до 0, то есть оно 0 опустится и ниже 0 никогда не опускается значение интеллекта. То есть, если у Пуджа будет уже там, ну, просто написано 0 интеллекта, то если мы еще раз накинем астрал, то мы, к сожалению, ничего, так сказать, не сделаем. То есть, ниже нуля у него интеллект не опустится. И смотрите, у нас тут еще КД 18, 16, 14 и 12 секунд. КД тоже улучшается. По монокосту у нас 120, 140, 160 и 180 маны будет требовать данная способность. И давайте же немного по астралям Пуджа и посмотрим просто мою достоверность. Смотрите, 14 интеллекта у него, опа, еще сняли. И сейчас посмотрим, сколько у нас будет браться интеллекта. Еще один интеллект у Пуджа осталось, то есть, соответственно, смотрите, 82. Все, было 81, стало 82. Больше мы интеллекта с этого персонажа взять не можем. Он тупой, все. И если мы будем опять в него кидать, то интеллект, соответственно, мы не возьмем никакого. И, соответственно, вот такая вот у нас темка по второму спеллу. Со второго спелла можно, знаете, какие фишки делать? То есть, допустим, ну, мы можем купить даггер. То есть, допустим, мы заходим в астрал, нас били, 3 секунды даггера проходит. И по окончанию астрал мы можем спокойно выблинковываться. Но это, в принципе, вы увидите уже на геймплее. И тут, в принципе, по астралу больше нечего, так сказать, говорить. Но есть приколюха, о которой я, наверное, на ультимейте говорить не буду. Что если персонаж находится в астрале, то на него может подействовать ультимейт. Если он попадает, так сказать, в эту ауешку. Ну, соответственно, если чел в астрале, мы кидаем ультимейт и его продамажим. Все. Астрал равно неуязвимость. То есть, в астрале никто не может ни умереть, ничего. Просто он сидит в астрале там определенное время. Также можно накинуть на себя хилочку и закинуться в астрал. И в астрале мы будем хилиться. Да, да, да. То есть, в астрале мы неуязвимы к любым атакам. Но можем в то же время хилиться, как бы, ну, и спокойно там сидеть, ничего не делать. Все, ребят, поехали далее. Вроде тут все по этой способности. Итак, друзья. Третья способность на нашем персонаже. Очень интересная и классная способность, ребят. Вообще, тащусь с нее. На самом деле, очень полезная аура для команды. Да и для самого дестройера тоже пушка. Ребят, это аура. У которой имеется радиус 1000 единиц. И смотрите, что она у нас делает. Если в радиусе 1000 единиц кто-то нажимает какую-то способность. Ну, союзники, в частности. И могут быть еще герои крипа. То есть, допустим, если это афорджеты инвокеры. То афорджеты инвокеры, знаете, они когда атакуют, они тратят ману, чтобы снять армор. Да. То есть, по тычке там снимается. Ну, кто знает, тот поймет. В общем, смотрите. И есть 40% шанс восстановить ману, в зависимости от уровня прокачки дестройера, ману, процентовочку от максимального значения маны. То есть, соответственно, какой-то процент маны можно восстановить, просто нажав кнопку. То есть, смотрите, когда мы, допустим, бьем арканой, то есть вероятность, что вот сейчас сработал. То есть, аркана сработает и восстановит какой-то процент маны. Соответственно, об этом мы сейчас и будем рассказывать. Смотрите. По уровням прокачки все просто. 40% шанса на каждом уровне, на первом, втором и третьем, четвертом восстановить ману И у нас тут улучшаются некоторые параметры Есть для дестройера параметры и есть параметры для всех персонажей Ну и для самого дестройера Смотрите, первый уровень, 40% шанса заресторить 10% от максимального мана То есть от максимальной запаса мана То есть соответственно все персонажи, которые находятся в 1000 единиц Имеют 40% шанс восстановить 10% от максимальной маны, если потратят какую-то способность И соответственно для самого дестройера дается бонус 75 маны просто так То есть вот сюда в манопул будет добавляться на 75 ман На втором уровне 40% шанса и 15% от максимального манопула восстановить можно И дестройер дается 150 маны просто так На третьем уровне 40% шанса и 20% от максимального значения маны Можно восстановить, если нажмете какую-то кнопочку И соответственно мана дестройера будет увеличена на 225 единиц И на четвертом уровне 40% шанса заресторить 25% от максимального значения маны И мана увеличится у дестройера на 300 единиц То есть смотрите, прокачиваем Оп, мана возросла Видите, да, как это работает? То есть на дестройере это работает так А на персонажах это естественно не работает То есть это плюшка для самого дестройера, для, так сказать, аркейн орба Так что, ребят, все персонажи, повторяюсь Сейчас заново опять повторяю То может непонятно, что 40% шанс есть в 1000 АОЕ При том, что если вы тратите какую-то ману Тратите какую-то вот, ну, какой-то процент маны вы тратите То есть вы нажимаете какую-то способность Если у вас есть шанс 40% восстановить В зависимости от уровня прокачки эссенс ауры у дестройера То есть у него там уровень прокачки возрастает 10, 15, 20 и 25 То это, соответственно, количество маны 10, 15, 20 и 25% от максимального значения Вы можете себе восстановить Это очень круто Это очень круто, ребят Ну, и в принципе, вот такая вот тема Ну, как обычно, если это аура Если это пассивка, то, соответственно, ее можно выключить сильверейджем Да, можно выключить сильверейджем И, соответственно, в принципе, это усё Это усё по данной способности Ну и, соответственно, может использоваться иллюзиями То есть, если персонаж у нас имеет, так сказать, иллюзии, то есть, если мы подобрали иллюзии, то от иллюзии тоже может исходить этот эффект. Очень простенько, ребят, очень простенько и очень простенько. И тут все, можете, если что, почитать. 40% шанс везде, 10, 15, 20, 25% максимального значения и увеличивает ману-дестроера на определенное количество в зависимости от уровня прокачки. Персонажам другим не увеличивает. В общем, я думаю, вам это будет понятно. В принципе, все. Поехали далее. Итак, друзья, теперь самое интересное. Азиас, расскажи же нам, как же работает ульту-дестроера. Ну, нифига не понятно. Урона 0, говно просто, ребят. Смотрите, ультимейт у дестроера это очень сильная способность против персонажей, у которых интеллекта меньше, чем у дестроера. Чем у нас больше интеллекта, тем сильнее мы нанесем урон массово по всем персонажам. Но тут ультимейт проверяет наличие интеллекта у всех персонажей, кто стоит вот в такой вот АОЕ. С у нас хоткейн. Нажимаем вот такая маленькая АОЕ есть у нас на ультимейте, но с уровнем прокачки у нас все тут увеличится. Давайте разберем сначала тему эту по уровням прокачки. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас меняется АОЕ, 375, 475 и 575 АОЕ. И самое главное и самое интересное, это увеличится кратность. 8х, 9х и 10х от значения интеллектов. Я об этом сейчас буду рассказывать. Просто запомните значения 8х, 9х и 10х. Все очень просто. КД 160 и мана 175, 250, 325 маны нам будет требоваться для того, чтобы заюзать данную способность. Плюс, что нужно помнить. Наш ультимейт, при том, как мы юзаем его на кого-нибудь в АОЕ, он сжигает ману. 40% от максимального значения. Да, 40% от максимального значения. То есть, если у Пуджа сейчас 350 маны, то 40% от максимального значения просто сожжет. Но можно, если у Пуджа половины маны, если мы ультанем, то, соответственно, у него всю ману снесет. То есть, 40% от максимального значения. Запомните, это пассивная тема. То есть, 40% от максимального значения ману он сжигает. Иногда поэтому вы мне писали, что, типа, там, он в Астралии, там, умер Леорик. Там, да, типа, в Астралии он не может, типа, да, риснуться. Но, типа, смысл в том, что он не может риснуться, а он, так сказать, у него мана просто сжигается. У Лерика там половина маны, ему еще 40% сверху бахут, и у него нету маны на респаун Соответственно, вот в этом-то вся фишка И смотрите, в общем, что нам нужно знать Соотношения, о которых я вам говорил 8х, 9х и 10х Смотрите, как считывается этот дэмэдж, запоминайте Вот сейчас будет очень тяжело для математиков, для меня в частности Но я знаю, как ультимейт работает, все прекрасно Смотрите, у меня сейчас 105 интеллекта и плюс 10 У Пуджа 27 интеллекта просто И математика проста 105 плюс 10, 115 И 115 минус, допустим, 27 115 минус 27, ну допустим, грубо возьмем 95 Я не хочу считать, просто я не умею считать Вот 95 И 95 мы умножаем на уровень прокачки То есть, допустим, у нас ультимейт первого уровня 95 на 8 Сколько будет? 9 и 8, сколько там? 40 и того туда там, ну короче, 500 урона получается И смотрите, эти 500 урона мы, соответственно, нанесем Даже 700, видите? То есть, ну я великий математик и, соответственно, так это и работает То есть, соотношение разницы между моим интеллектом и его интеллектом Мы отнимаем и умножаем на то, какого у нас, так сказать, уровня, соответственно, ультимативного Ну и 40% маны сожгло Все просто Все просто до безумия Просто до безумия Ребят, не душите меня в комментах, что я не умею считать Я просто не хочу, я не подготавливался Считать, вот это сидеть высчитывать Да, можно было подготовиться Но смысл ультимейта Мне главное донести вам смысл ультимейта А не точные расчеты То есть, точные расчеты в доте Это просто будет очень жестко И, в принципе, все простенько Также, я вам уже говорил ранее Что, допустим, если персонаж в астрале находится То мы видим 912 Возможно, сейчас даже сдохнет он А, не, не сдохнет Он сразу бы сдох Вот, соответственно, и в астрале Также мы можем этой темой продамажить В принципе, очень простенько Чем больше у нас инты И чем меньше инты у противника Тем сильнее нанесет дэмэдж наш ультимейт И 912 урона просто наносит Ну, вот просто вот так вот Это у нас магический дэмэдж Ребят, не стоит забывать Ну, про перезарядку я сказал Про монокост я сказал И, соответственно, вроде это все Но у нас тут еще есть аганим И, кстати, ультимейт наш не бьет по БКБшно, ребят К сожалению Давайте поговорим сейчас о аганиме Так, друзья Ну, а шоу касаемо у нас аганима Тут у нас, в принципе, все простенько После того, как мы собираем аганим У нас, так сказать, не увеличивается рейндж Не улучшается ауешка Как это делалось в прошлых версиях А просто добавляется, так сказать, эффект астрала То есть, соответственно, если в куче мы ультуем То, соответственно, у всех крадем сразу и интеллект Но тут, смотрите, такая фишка В зависимости от уровня, так сказать, прокачки Второго спелла, то есть, если у нас астрал на четверку То и, соответственно, мы, так сказать, ультанем Отправим его в астрал В зависимости от этого уровня Стянем интеллект и мы уже, так сказать, и будем и жестче еще душить С первого, то есть, просто сама фишка Кастуется ультимейт и наносится еще дополнительно астрал На самом деле, такой руинищий, можно сказать, руинищий аганим Потому что иногда позволяет, так сказать, заруинить драку своим ультом То есть, неправильным ультом И, соответственно, это очень прискорбно И я думаю, покупая аганим, ребят, нужно аккуратно пользоваться данной способностью И, соответственно, ну, я не знаю, просто нужно быть аккуратными, ребят То есть, когда мы просто покупаем аганим У нас не увеличится range А range у нас в стандарте 700 расстояние То есть, я уже протестил эту тему Что range не увеличится А на 83 вроде увеличится Плюс еще OE-шка увеличится А тут OE-шка увеличится с уровнями прокачивания То есть, соответственно, немного увеличится Ой, кратность, походу, да, увеличится? Потому что там не написано было Да, и увеличится еще кратность Потому что сейчас увидел до 11x увеличится кратность Но небольшое, так сказать, увеличение Но все равно на 10 единиц еще То есть уже будет намного больше бить И соответственно вот такая вот у нас тема Касаемо того, что отправляется в Астрал Да, ребят, с этим нужно быть поаккуратнее Потому что если вы отправляете в Астрал То вы должны понимать То есть если вы ультанули То может быть ваши тиммейты смогут подобрать позиционку Это может идти как плюс Или может быть как минус Вы посмотрите на самом геймплее Я в конце собрал Аганим И соответственно будете уже более осведомлены Как правильно будет пользоваться Но и то там тоже не сильно понятно То есть желательно не руинить Так сказать Аганимом свою команду Потому что скорее всего вы не сможете просто Правильно подобрать позиционку И допустим Войд влетает и вы туда ультуете И соответственно все улетают в Астрал Это будет неправильно Ребят, в общем, надеюсь вам этот гайд понравится Все объяснил Не запоминайте, что с Аганимом улучшается у нас кратность еще И добавляется Астрал на всех юнитов Которые находятся в общей АОЕшке И в принципе это все Пожелаю вам приятного просмотра Обязательно поставьте лайк Если вам понравится этот гайд Если вы ждали этого героя Если этот герой для вас необычный и новенький Обязательно поставьте лайк Я хочу посмотреть сколько вас вообще Так сказать новичков на данном персонаже Не потому что я просто бачу на лайки Ну или просто отпишитесь в комментах То есть ну как хотите Можете поставить лайк Можете отписаться в комментах Что для вас этот персонаж нового Так сказать ребят Все, поехали душить геймплей Так друзья, начинаем к точку Есть несколько страт Как играть на данном персонаже И я не знаю за все игры Я не смогу вам конечно поведать Через какие страты можно играть Можно тупо в глухую Вообще в дебильную Собирать тупо все на интеллект А можно собираться на бойца Чтобы на интеллект Чтобы ваншотить с ультимейта А на бойца Чтобы просто убивать саркан Ну с первого соответственно По контрпикам Так как у нас персонаж Это вообще интеллект Самый жесткий контрпик будет Это конечно же нруб Это наш собрат Так что есть коржевик И соответственно Чем у нас еще дестер не любит Дестер станов не любит Но все герои не любят станы Бастовый дэмэдж Лина Сайленсера Форсира она не будет любить И соответственно Что у нас Скай Он не любит вообще у нас дестер Ой демон вич алиментал И не любит пики Особенно Магов Против Магов вообще не любит наш герой Типа ну вообще Спирит брейкер Репикит Хорошо Хоть так Животниче Хоть можно будет бахать С ультимативной Ну вот как-то так Тинни ты Центр Пока я там писал Просто Тинник У нас ушел на центральный Ответить нет Тинни И мид Хорошо Вторая попытка А он низ Хорошо Мид встану Отлично А там не разговорчивый Такой Мид встанем Встанем И так Что у них там по пику Рикимару Рикимару тоже неприятный пик Против нас Потому что Рикимару это персонаж Который Инвиз равно неуязвимый Соответственно Придется нам по-любому Забивать один слот Но он глупый Рикимару Он глупый Инты там не сильно много Соответственно Будем душить Душить Еще раз душить Так Аркана есть у нас Есть у нас Астральчик И есть эссенция И есть Саный эклипс Санити Санити Так ребят Пожелаю вам Всем приятного просмотра Перед началом гайда Я надеюсь Эта катка выйдет пушечной Никаких проблем не будет Баратрум будет проблемой Поэтому нужно будет Тут делать линку Тут две линки надо будет Три Линка нужна И линка нужна А Рикимару Гем просто Рикимару Просто гем нужен О, алхимику Собрались тут Отдавать Ну, если что Вархан Хорошо Всю ману Правда Слили Монету забрали И ману Все слили Но За это мы купим Курьера Курьера И ману И парни Го Все Хорошо Не, а я же Вроде взял Не Вроде Вроде Я взял Так Ну Шторма Мы обоссываем Медуз Сто процент Но вообще Дестер Даже по-моему Лину Может выиграть В миде Насколько я помню Тут просто У меня Я сейчас без маны И без астрала Астралим Просто Пацанов По колдауну Встретим Сейчас Третий спелл Возьмем И поехала И поехала Ничего сложного В миду не вижу Шторм вообще И что тут Не должен делать С ману Восстановим Начнем С третьего уровня Что Дэмэдж Хорошо Все Гол по чуть На ластхиты Будем Астралить Промах Понимаю Когда ты приложил Все усилия Чтобы Забрать Крипа Дожидал Астрал Но у тебя Вылетает Промах Порочка Привет Я кстати Забыл Что там Еще и Бара Когда Начинаешь Увлекаться Ластхитами Посмотришь Только на Крипов Соответственно Забываешься Что Братан Нету Дэмэджа Чтобы добивать Плохо Соболезную Сапог И ману Сапог И ману Берем Эссенцию Отлично Астралим Прям под тэшкой Смело Бежим Астрали Просто В наглую Все Будет Прогуливать Интеллект Интеллект Экспата Все Идиот Но Проблема В том Что У него Ничего Не будет Вообще В принципе Потенциал Хорошо Лейте Он конечно Меня будет Досаждать Шторм Очень неприятный Персонаж На На стадии Лайнинга Изи Лейтгейме Тяжко Хорошо Разочек Аркан Так сказать Потратить Еще и Третий Вылетел Очень страшно Есть несколько Страт Как Сразу Убить Шторма Это Тупо Выходить В астрал Таскать Ману И Перед Шестым Уровнем Сильно Астралить Его Сильно Астралить Шторм Очень сильно Астралить То есть По кд Прям Чтоб у него Маны Аж не было Там Чтоб у него Просто не было Там Ману То есть Маны Плохо Да Меня конечно Ферзблат Мой подкосил Неплохо Хидрэску Пойдем через Меку Через Меку Пойдем Шторма Ничего Не остается Как бегать Только По рунам И все Больше Ничего Не делать Но Меду Ему Нефиг Делать Ластхит Очень Отвратительно Че Не могу Добивать Ничего Теряюсь Вот так Страв Там Умрет Сарканы Так сказать Добиваем Конечно В бойца Собираться Будем В бойца Так сказать С ультимейта Тут некого Толком Бахать Вот против Ловкачей Интеллектуалов Да Пушечных Ну тени Пришел Помог Да Забрал Забрать Помог Конечно Четвертый Вот что С потавром Будем Закрывать Оп Хорошо Ждем Пришествия Баратрумов 55 А ты В упор Промах Это конечно Классика Хорошо 68 Сейчас Еще Пару Раз Астрал Если Дастся То Скорее Будем Шотать 10 Инты Это максимальное Что я могу Ему нанести Сейчас 7 Инты 0 Ноль Ноль Интеллекта Что Еще Один Пацанин Плохо Ману Сжег Пацанам Развороте Только Не промах Хорошо Хорошо Отлично Отлично И эссенцию Качаем Найс Эссенцию Качаем Неплохо Пацаны Отдались Я ману Там Еще Сжег Шторму Шторма Тоже Неплохо Ману Все Сжигает Сразу Не всю 40% От максимума Это Очень Много Все Рано Так ПТ Сжег Стики Все Маны Нет Но Вы Держитесь Я Там Эссенция Долбил Пока Закупался Все Идут Айтемы Будем Чуть Астралить Просто И Все По 180 Маны Конечно Это Грандиозное Количество Маны Жаль Не сработало Еще Не добил Вот Сработало Вот Вот Эта Проблема Постоянно И Срабатывание Эссенции Но Это Ранняя Стадия На ранней Стадии Конечно Она Не будет Прокоть Прям Так Как Надо Даной В принципе Не обязана Прокоть Как Надо В принципе Тут Лин Форсик Нужно Будет Не Это Хорошо Низ Пробежимся А Толку Нету Наниз Уже Бежать Филинг Спри Делает У нас Старнет 12 Меня Он Кстати Тоже Может Контрить Он Как Шторма Контрит Так И Меня Он Ману Просто Сосет И Все Файн Там Он Очень Сильно Маны Высасывает Просто Файн Гриб Это Во мне Шутка Как бы Первым Айтемом Вообще Не Пришлось Блинку Делать Тут Пока Я На самом Деле Не знаю Че Первым Айтемом Собрать Ну Меку Меку Полезный Артефакт Так Эссенция В троечку С С Лагером Эссенция В троечку Все Мана Пошла Меку Гоу У нас уже Начали Меку Делать Почему Нет Делаем Конечно Грифсы Наверное Не будем Делать Но Тем Не Менее Хорошо Че Остается С маной Проблем Нету Вообще В принципе Или Дестра Ой Дестра Отроп Не успею Конечно На весь Фарм Но На миду Все равно Нечего Делать Только Сейчас Крипа Подошли Тут Три Одно Навно Укрипа Больше Сейчас Еще Пачка Подойдет Добил Хорошо Добил Это Хорошо Хорошо Уже Не просто Так Пришел Сек Все Реюзайте Что за Артефакт Сулринг Призрак Призраку Наверное ЕС Там Непонятно Кому Вообще Данный Артефакт Форсик Нужен Тут Next Force Будем Делать Мека Форсы Душить Будем Мека Уже Есть Есть Эссенция Все Все Я Я Тут Раз Ладно Сделаем Сделаем Рикки Вен Вис Бахнем Принц Принц У него Там Го Вот так Сделаем Сделаем Армлетер Мека Есть Что еще нужно Это правильный геймплей на дестра Через меку Это вообще овер правильный Ну так собирается на хайп Птс Просто делаешь Меку С мекой Пушишь Игру Никто ничего делать не может Если там нету какого-то отпуша Или массов Какие-то персонажи Как Магнус Допустим Магнус Это все пресекать Может С покупкой дайгера Он просто может Да С покупкой дайгера Просто может сказать Не пацаны Вы тут же тут не будете И все И на этом может все закончиться Так Гем есть Отлично Гем есть Это хорошо Промах Я не пойду тут Какой смысл за ним По всей карте бегать Самый химик Пятером Тем более Сейчас форс сделаем С форсом интересней Мне может сейчас тут плохо быть Где мой форсстав Став на базе Там нету геге Да Геге Ну вот Это называется Не мыслишь как дурачок Мыслишь как нормальный И тем не менее Не пошел с ними Остался на миду В четвером на миде выше Даун На дестре Че сказать Алхимика убили Убили Ну ХЗ Такое Такое Бегают Не знаю Тут конечно логика И я не прав И они не правы Четвером идут За одним алхимиком Там Тинни Пошел бы Искай И все А все остальные по миду Четвером ХЗ У меня чуть-чуть бы Подзбил бы кто-нибудь Я же луч Мека Есть все Есть Я просто Ничего не дали Нажать на find Боже Какой же Дебильный герой Тинни Ребят Тинни Нажимает Одну Кнопку И убивает И так всегда И это Это Очень Очень Тупо Я не знаю Как это назвать Это хуже чем Тупо Нажимаешь Одну кнопку Две У тебя Тысяча урона Спаркаст Тысяча Это смешно Понимаю Еще скажи Что у тебя ульт Если нет ульты Алхимика Астралин Да боже Да вы серьезно Вы серьезно Хорошо Отлично Команда подоспела Так сказать Спаситель Шторм еще полетел Сейчас форс будет уже Будет легче И надо линку делать От братру Баратрум Вообще запаривает Тот же самый герой Что идти Не Две кнопки Нажимаешь Убиваешь Мека есть Все есть Если б не мека Я тут же сдох бы Несколько раз Оп Рики О опять на меня Берет Ой yes А он меня на файнда Взял да Красавчик На файнда Он меня по кд На файнда Берет Просто в меня Улетит Шторм Роба Берет На файнда Взял меня ГГ Скай был рядом Ну то есть Я стою здесь Тут скай стоит По-моему Я уже не помню Эту ситуацию Тут в такие моменты Не следишь кто где Следишь за контролем Именно Кто какие кнопки Нажимаешь Нажимает ХЗ Поставим Забываю Ну если честно Неинтересно Мне вообще не нравится Эта игра Вообще неинтересно То есть Ну Я не чувствую Что я что-то делаю Нереальное Просто Деревья Кайпакай Куда что-то делаешь Интересно Нереально Они вот так вот Смотришь Как тени Вот этот Нажимает две кнопки Выиграет Игру Вообще Выкинуть надо Этого героя С доты Или пофиксить Ему прокаст Прям очень сильно Пофиксить Чтобы хп Ну 600 Максимум Сносил Но не 1200 И 1100 Это очень Это очень много Дэмэдж Там все складывается Все проценты И очень много Дэмэдж Очень много Зачем так Там 20% Шансы А в Атос Это все Очень Очень Много Дэмэдж Хорошо Под дэстром По кайфу Конечно Кнопки Нажимать Паст Катка Хочу Закончить ее И все Чтобы вы понимали Как Ну правильно С нормальной командой И отыграть Можно было Просто берете Меку Делайте И заканчите Идру Только за Алхимиком Чтоб не бегали Десятером Конечно Это такое За алхимиком Все побежали А парара Можно сделать Им Лотар Этому герою Просто передвигаться Чтобы передвигаться Он бьет очень больно За счет первого спейла Этот герой Но тут проблема В том Что Этому герою Нужен интеллект Чем больше Его Тем лучше Лиса Чистить Само удовольствие Пам-пам-пам Самое Знаете, что обидное В доте Вот я сижу Сейчас смотрю На этот камень Бегающий Что Есть герои У которых Более Пяти И больше Кнопок Но они Не сносят Столько Дэмэджа Сколько Может снести Проказ Тинни Ну то есть Соотношение Нажатых Кнопок Времени И Дэмэджа Это ужас Просто То есть Зачем Типа Ну Париться Берешь Тинни Просто И не паришься С логикой Этого героя Такова Что Ты просто Делаешь Одной кнопкой Все Алхимику Негде Фармить Мы очень Сильно Отрезали Игру Я помню Раньше Ему Собирали Хлот Стол Аганим Очень Сильно Ему Заходил Там Герою Раньше Оганим Собирался Через Мистик Создать Остра Выйду С Астрал Виза Сразу Октарин Можно Попробовать Данок Героя Собрать Снизить КД Увеличить Интеллект Нет Тут Тоже Увеличивает Спасибо Спасибо за подписку Рекимара Просанем Мегу дадим Обаще Пошел бы Сейчас на Рошан С Рошана Зашли Так Аркана Работай Все Аркана Перестал Работать Тысяч 7 Дал Печалька Если Сейчас О О Нет Только Не сон Разбудите Меня Неплохо Просто С ультимейта С ультимейта Просто Жахнул Трипл Время Подходит Порочка Ты не устал Дружок Наверное Устал Меня ультовать Дай Спрячь Куратан Хорошо Подготовка Неплохо Неплохо Заполнил Пустоту Внутри Себя Нет Неплохо Неплохо Продолжение следует три тычки кстати от робот же он балансированный герой там нет у него этого у него не им ты больше не интеллектом просто ровный единственный герой у которого все статы ровно не знаю зачем это было сделано вот это по-моему подшутил от шутил над этим героем так есть hex раз попробуем на стакать пахнем с ультимейтом пахнем сухимой ломаю easy к . вообще даже честно такое в гайды не очень люблю вставлять но чё поделать катка каткой типа mz подписывайтесь на канал ставьте лайк там сидела эй пожалуйста оп хорошо оп хорошо сейчас еще инту соснёк сосну еще инту сосну нужно больше интеллекта и не достаю да и сюда ну я что что-то промах вот это тут он не честно не честно горочка под колодцем по фанец это классика жанра жалко что там ультимейт не убил как надо было держи брата ребят такая вот первая катка хз да да нет нет но такое мне кажется что поделать игра такая вышла страшно вырубай такие игры бывают пацанов не пошло не пошло можно 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 не знаю чем можно панова и га еще мистик возьмем еще возьмем пол хикса убили шреддера до воды с пацаны я хоть с ультимейта бахну отлично с ультимейта бахну сколько еще кд 60 секунд но если минуту еще продефится будет интересно сколько нанесу с ультимейта сколько нанесу с ультимейта дефимся дефимся а химик умрет час 40 секунд кушать будет вот хорош он сна может выйти сам 31 эх не дадут таки бахнуть с ультимативной 25 секунд мешать не будем там может успеем таки бахну не не успеем ребят по не знаю первая такая скучная каточка получилось надеюсь next катка будет поинтересней поэтому погнали дальше что делать ребят по по геймплею вы наверное поняли что собирается мека и просто вы деретесь постоянно это но если хорошая команда стопроцентный винт просто ну сто процентов у вашей команды всегда будет мана за счет третьего спейла у дестройера который но вы поняли поехали далее ребят нет не дам хен фейк вы должны обо мне кое-что знать я лизал яйца пса очень интересное начало гайда хен фейк хен это фейк так яр шейкер хорошо пожалуйста а вайпер чего не даст все объяснили ох что значит пах не плох лол бог пишет пах ау не дам не дам вот и все что-то вот меня вот когда вот так вот пишет это более чем сомнительно так реки бару взяли зевса но мартретка неприятно конечно пик посмотрим что получится короче хорошо забрали курьера хорошо я соло будет туда соло себе возьму курьера если такие разговоры ткал на таро дестройеру можно принципе другой линию пойти но в нормальной игре вы никогда не вы стоите на другой линии нежели чем на миде на миде проще стоять этим героем экспо зависимый герой то есть если у вас не будет прокачанных скиллов то зачем вы вообще нужны на карте ведь стат никаких нету жира никакого дэмэджа никакого зачем этот герой нужен если на нем нет никаких став зная перша с умрет просто афака хорошее начало игры короче кикаем 4 на 5 поехали алхимик 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 что я бабочка но кто же виноват 170 сильный химик хороша гол дошить такой я поднимаю себе выделяя все вот сюда отправляем а чуть будем манку стягивать у него херстоппер у него будет херстоппером конечно будет некомфортабельно но мы тут тупо 2 3 2 3 2 3 будем брать чтобы астрали тупо вот что не добил нужен vision будет еще я вижу принесем на третьем левеле начнем прям хорошо досаждать астралами лично и эссенция прокнула вообще классно и ну ходит ухо зачесалось как обычно не вовремя хитрая ска нужно будет тут ребята 5 мега походу придется конечно же промах когда бежишь через всех крипов чтобы ударить оппонента и конечно же вылетает промах это классика жанра хорошо ставим здесь вард аганим на данном героя я не знаю сомнительная вещь на самом деле можно так сказать для руинить этим предметом игру допустим есть какой нить есть там нужно пойти ца ты берешь всех закрываешь астралами и все то есть но указы двоякая тема и пану серьезно братану тебя надо перед ласт хитчей тут очень сильно уже так мало скрипов дэмоджа идет что ехаться хочешь все равно так близко подходишь да он хочет крипов хили просто херстоппер убивает меня за придется все равно брать хитрая скушу какой-то хоть реген иметь против него звучит тяжело стоять на виде потому что на пассиве выходят так нельзя его тут пустить кого-то пусть делаем делаем вид что страшные мы просто побьем выгоним сми да так сказать пусть бегает парень зачем-то блэйтов атак взял фазы пойдет наверно понимаю экстраваганза какая-то там на топе что такой-то трэш самое время уху почесать кз проблематично стиль и в нет ничего страшного хрен с ним длинка тут нужно будет вот теперь тут точно нужно сейчас будем чё делать щас дайгер сделаем дайгер блин мека мека дайгер лад дау а че еще дау сделает мид дау лад дау пура дау все дал не дал больше 50 доход 150 я не буду 50 ставит я покупаю провокон чтобы играть с латенсом ниже 50 и вообще латенс ни на что не влияет плане этого их просто хорошо от н сменяет соединение при за налоги меня короче уже миллион раз объяснял сейчас сидеть опять объяснять что это такое уже подбешивает дайман сапог юга нужно быть что ты там добиваешь алло прекращай ну пожалуйста не хотел на его хг вижу ставить посерьез просто 600 урона добрый вечер без нты парень отлетает на изи все сейчас еще астралы аркану качиваем страта через fast kill через этого через ультимативную просто накидываем астрал астралы об шестой резко и овнем я из этих лак даже забыл что у меня уже 6 6 будет поэтому не сфокусировал внимание именно на этом держите в курсе нет но вы держитесь у нас там есть еще так джага ливнул да хорошо какой левел четвертый но так и есть когда его из тестра стоишь у тебя всегда левел будет а бассанский он тебе просто не будет давать фармить он он вас хитит хорошо этот персонаж и пану дэмоджа очень много за счет астрала и шансов мало у вас тут м на восхитить и горы миллионы против дэстрах и против курса поэтому и левела не будет никогда он бьет лишь бы лишь бы хоть бы хоть бы левел получить то есть у него не цель добить крипа у него цель ловил просто получить не получишь ты тут ничего стоит пытается хоть что-то сделать и братан те только по монеткам бегать другому никак такое желание оба я хочу тебя убить осудительно и даст можно сделать этого героя вот если вы тупо стыке вот так вот фармить и узнаем можно видос просто настоящее надо арканы гонять арканы и вы уже спробуйте мой будет как он такой илон маск она арканка и тушим еще ультимейт даже не юзал тем это не юзал даже ну такое оставлять нельзя грех мекку голс уберем от опасных ситуаций так 100 маны ой 100 маны 100 голды еще 50 а так курьер у меня соло куда я тороплюсь айрон пушу линию и хилочка это не братан не добьешь я не дам но тут не направить там очень тяжело направлять не знаю всегда бесило это направление кучку в эту так эссенцию троечку с троечкой эссенции уже намного проще и больше маны восстановит портабель не чувствуешь себя и застрелить хорошо 78 хорошо 56 на 35 нормальный крипстат очень сильный я бы даже сказал на этой минуте очень сильный крипстат и хороший крипстат по своим крипом и по энэми очень сильный крипстат от меня толпой хотят загангить промах был бы вишен я бы сейчас принял голлевса убьем очень нефиг делать ребят заполнил пустоту внутри себя сила дестор конечно я просто вынте сижу тут пытаются убить и вообще ничего не могу сделать я сам могу ребят лис ставьте спасибо ты молодцы хорошо и засейвить попытались спасибо за сейф я сам могу стоять с вайпер за страница нормы будет молодец форсик сейчас тела или дайгер не форс наверно лучше так все нами пришли ультимейта пока нету также будем сейчас ману сосать и все будет отлично 4 нет стики бы еще взять у стики принесем стики понадобятся и ману пока до желательно пока единственно тут проблема именно есть это что может закрыть но изначально хорошо все нами пиши об одном молодец подрабатывает хотя и попросил не доставить можно сказать и все равно пацаны пришли помогать так ну плохо если вылетать будет неинтересно будет вот так поогнить по кайфу так по кайфу половники некотет парень отзонился что там вон гол и любого тура конечно руинерская такая была не пройти эти застрали иди сюда ману все вне всю ману висюйте весь интеллект не отдавайте пожалуйста промах осуждает от промах инту 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 еще раз инту надо сажать об еще это сейчас скоро будет ультимативно очень сильная вайпера буду душить кнопок охватит сурс пожалуйста оба работает молодец но до счет без абадона безусловно будет мне сложновато если абадон отойдет конечно да будет сложно сейчас ультимайт будет уже 11-го на его по 11 2 с 11 каинту совсем как можно опять фиссура будет нет срочно не видно ни хрена оба молодец а не транквил все интер падает оба чисто на пационе тут стоит нужен вижен ногу хотя бы тебя возьмем хорошо вот так чтобы видеть видеть хг сколько двадцать пять восемьдесят четыре идет я можно бахнуть в троих спокойно смело зря ты меня так закрыл я бы вас убит часа ты куда идешь зевсен гоу сейчас даггер купим раз мы так агрессивно играем так репозицию орещи пожалуйста да что ты такой быстрый и не 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 б стой 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 плиз даггер где мой даггер а дайте рэмпэйдж где мой рэмпэйдж не дали даггер не долетел какой я там насосал столько инты что там так бахнет чем артрет пилох повы эх абадон просто не отходит меня теперь чалька ребят чуть чуть не хватило но я сам виноват у меня был астрал я ударил его очень сильно себя замедлил дальше уже нет шансов а ну пока дэсо всем эггер так вот раз я смогу даже убить хотя тут проблема в том что они сейчас все могут накинуться зевсен внизу о по душам нет ладно говорил ошибся сейчас тоже с даггера его аганим попробуем хочу через аганим попробовать никогда не пробовал аганим собирать типа ну такое попробуем пока не выйти хотя можно было в хекс ждем ультимативную еще раз тут надо уходить братишка надо уходить если что мека есть все кнопки есть вот отойти хотя же есть курьер что вы за мной ходите что вы хотите от меня наркоманы у меня есть ультимативная агг там я догоню все равно тебя все равно догоню тебя стоят все ждем пока вылезет хорошо против мартретки тяжело будет в плане того что она все же как-никак будет с промахом будет некомфортно я как обычно ребят если я в кустах не застряну это не я с даггера с этого помойного сейчас вага не выйдем попробуем смело в атаку сразу ну это называется знаете че сейчас сделал абадон это называется комиссия за саппортство саппорт комиссия если гоним сейчас попробуем энту насосать и конь тером печь сутим это сделал зевсов тут и потерял а этого я уже забрал бы сам это уже стилы пошли прям прям уже стилы такие и хорошие все голоса с этим тул и попробуем сделать какой-нибудь рамка что-то мотивы шо со всем энту просто позже абадон просто зацепился даже даггер взял со мной поплыть дайте астрал хорош очищение сразу дает есть 107 120 еще надо а чем больше тем лучше я там 15 уже хорошо еще я сейчас уже еще разок кину и буду бахать рост 4 сейчас можно будет прыгнуть вот пацана надо эх слишком много дэмэдж но если честно думал сильнее ударить поэтому так полез счета мартретка прыгнула с маму у меня убила мартретка с мамом вообще бог мартретка с мамом я по ней просто не попаду то есть 20 ухз попал бы я промахивался мартретка с мамом убивает ладно гау аганим все же ну чё то такое да у ешка боли я там не достал до кого-то ес и ес пом или кто бы тут был помни как некор бы тоже убила скорее всего потому что там энты нет вообще тут самое хорошо с ультимейтом это все есть рефреш еще бах снял со всех инду еще раз бах все ты убиваешь ты просто такой умный становишься лучше бы что-нибудь такое сделал бы по агрессивнее мне кажется типа этим типа это не знаю посадим короче гол далее play play их прям сочная так за моменты знаете я охочусь за вот этими моментами бах ультимейтом и все лотар сделаю блин но это решение в интеллект в интеллект ну вот интересно такие темы собирать лотар даггер потому что ты ну ты убиваешь да но ты убиваешь но проблема в том что ты не можешь что там за дела о боже хорошо ладно как окей все пассив не будем играть видите по мартретке очень сильно промахивать сообщение не попадая бы я убил она подмолок но тут мкб блин собрать мкб на этом персонаже это конечно отсос будет но и у зевса сразу огонь и видели появился с моего этого шуму во что и умер гоу заварнемся будем также подсасывать инту аккуратно и нужно бкб аганим все же это юслесный предмет убеждаясь потому что если бы кд хотя бы сносил но этой ауешки и дистанции абсолютно недостаточно просто недостаточно для того чтобы огонь на этом герой прям хорошо овнить хекс тысячу раз лучше был бы на мартретку прям то что нужен текст то что нужно я выйдет здесь астрала получи сразу я там есть тоже даггер да вот пацаны оделись просто вместе играют гоняются за мной мои фарминг зачем-то фарминг спейс типа да все равно спейс при новый спейс честно вам скажу дадим тут астрала вот тут денег зарубить зарубить зарезали просто зарезали на если теперь желательно астрал не кастовать будет улетать можно вот так сделать оба сразу дать и зевс хорошо ставь пусть пацаны знают что такое достроя можно было зевс ой зевса снайпера подсейвить прям спасти его но не удалось потому что дурачок индестре не может ультимейт нажать сразу надо сразу нажимать девар деварди го единственное чем мне нравится в аганиме это ауешка становится огромным просто это просто пушка атакси стальной шлак пойдем отсюда деварди твой стороны снутренний хорошо куда ты пошел сюда долби и поставим сразу шамы типа дурочки такие хорошо марита я побачу еще выкидывает частей на лоу хп есть легенда что на лоу хп у матретки становится стопроцентный промах как вы сейчас видели это сейчас и происходило дай астраль ночь ой да иди в задницу серьезно ужас просто от сос петрович как-то называется это как называется хорошо текст будем выходить снайпер выходить будет чекать умри и сюда 4 скот успеешь успеешь выкинешь опять нам вар сняли да я опять туда поставлю я вот я вот твердологу блин вот хоть и убейте с драка варда в центре тут понимаю хорошо ставим тут есть ультимейт кстати но 90 нты мало мало 150 было бы сейчас хекс возьмем гоу хекс просто хекс просто и все лично мистик вот так вот и уходить потому что марита может затушиться есть еще астрал астралами просто кормим 120 160 160 я сошел по идее должно быть если там немного еще он с даггера уйдет там ничего сложного я астралами держу с даггера можно изюхой 100 маны нету даже пацана его убьет если сейчас ультану я хочу с командой просто замучил астралами глупая страта но ты надо работает вообще как безотказно хорошо 98 мин ты носитель умер погиб 61 мин если можно было астралить пока да и потом так уж дадут мощно вообще было бы пушкой и вообще по астралим цена застралили но он умрет зевс хорошо даже вставать не будет но так можно так можно плохо по вы остались снег гг все мы выжили из них все что можно ребят но такая катка на ds3 не знаю понравится вам она или нет но по моему прикольно очень много красивых моментов было и принципе думаю в теории вы поняли что нужно делать на дострою пользоваться то есть если видите что много ловкачей соответственно берете астралите там по колдауна и все у вас становится отлично потом выходит алхимик и говорит я цена щит молодцы молодцы подписывайтесь на канал ставьте лайк ребят не такой яркий гайд как обычно выходит но именно яркий в плане камбэков а вот именно то есть просто геймплей просто геймплей показала хороший геймплей и все болит очень уж более тут ничего не нужно есть hex есть общение 2 смерти эти которые захищены сам ошибаюсь просто нельзя сказать что идеально просто сам ошибся сам умер страшно бывает все ошибаются напишите в комментарии кто не ошибается как сдаешь и разбиваешь просто лицо 3 тычки 3 тычки канал всем одесс в ю тубе нет не хочу а ты зайди посмотри подпишись по любому ты зайди посмотри и подпишешься я ее застрелить хочу больно сильнее один осуждаю сильнее говорит понимая и ты сильнее я спрашиваю ты сильнее а это что показатель такой если слабе а зато все значит с точно уже вообще ну не вариант ох просто нет смысла подписаться ребят но такое классическое завершение специально для вас обязательно поставьте лайк кому понравился данный геймплей надо и на ds3 и соответственно буду рад если кто-то подпишется новенький на канал следите за гайдами смотрите учитесь и будете играть лучше может быть даже лучше чем я может быть кто-то будет играть чуть хуже но сам смысл на ds3 думаю был понятен всем спасибо за просмотр и не забывайте что так сказать гайды будут на всех героев это я говорю по миллиону раз и ждите свой гайд подписывайтесь и ждите свой гайд много гайдов уже было поэтому можете также пересмотреть их в папке видео и поехала смотрите youtube видео и поехала поехал все ребят до скорого